Ну что, дружище, ты обновился на Windows 10 и теперь не знаешь, как ее настроить так, чтобы твое железо работало на тебя, а не на Microsoft? Хочешь, чтобы FPS в играх стал больше, а некоторые вовсе перестали тормозить? Хочешь, чтобы система загружалась быстрее и занимала меньше места в оперативной памяти и на жестком диске? В таком случае ты смотришь правильное видео на правильном канале. Народ, всем привет! В прошлом видео о Windows 10 мы изучили вопрос безопасности и приватности. Но за кадром остались тонкие настройки, которые позволяют в отдельных случаях существенно увеличить производительность вашего ПК или ноутбука. Microsoft выпустила Anniversary Update Windows 10, которым особенно добавила головной боли геймерам, ну и просто пользователям ПК. Компания добавила новое фоновое программное обеспечение, которое кроме того, как поглощает системные ресурсы, ничего полезного более не делает. По умолчанию я буду считать, что вы выполнили гайд по настройке Windows 10, который был в первом видео, а также установили последние версии драйверов для вашего оборудования. Если первое видео не смотрели, то перейдите по ссылке в описании или кликните в конце этого видео по превьюшке. Сегодня мы пойдем с вами дальше и настроим систему так, чтобы выжать из нее все соки для максимальной игровой производительности. Ну и следовательно повышение FPS в ваших любимых игрушках. Параллельно мы высвободим дополнительное дисковое пространство и сделаем так, что система будет работать более быстрей и отзывчивей. Также в этом видео вас ждет сюрприз. Какой? Досмотрите его до конца и все узнаете. Итак, поехали. Первой настройкой, которую я делаю после установки винды, это отключение индексации. Идем в проводник, быстрое сочетание клавиш Windows и правый клик по диску, свойства и убираем галочку с опции разрешить индексацию дисков. Если диск системный, то это займет определенное количество времени, пока система отменит индекс каждого файла. В моем случае один диск, это виртуалка. Если у вас их несколько, делайте эту процедуру для каждого диска в отдельности. Данная опция существенно нагружает жесткий диск ненужными операциями. А если это SSD, то эта опция еще и уменьшает его ресурс жизни. Для чего нужна индексация? Индексация нужна для того, чтобы поиск Windows работал быстрее. То есть, система запоминает пути ко всем файлам на всех дисках. И при поиске выдает искомый результат существенно быстрее, нежели аналогичная система без индексации. Но в нашем случае машина игровая. Мы не работаем библиотекарем, у нас нет каталогов с тысячами мелких файлов, на нашем ПК не висят базы данных предприятия. Поэтому эта опция, равно как и служба поиска Windows, нам просто без надобности. Далее, отключаем UAC гибернацию. UAC это те навязчивые сообщения, которые постоянно всплывают при попытке выполнения любой программы, внесения любых изменений и тому подобное. По-хорошему, ничего кроме раздражения они не вызывают. Заходим в панель управления, раздел системы и безопасность, пункт настройка уведомления об изменении параметров компьютера. И опускаем ползунок вниз. Кликаем ОК. Все, теперь будет поспокойней. Далее, вырубаем гибернацию. Гибернация это фактически продвинутый режим сна, который умеет выключать машину полностью, сохраняя все состояния запущенного ПО на момент времени выключения. Это неплохая фишка для того же ультрабука. Но игровой машине эта функция просто не нужна. Она только занимает место на системном диске и нагружает систему ненужными операциями. В поиске вводим CMD, правый клик, запускаем от имени администратора, открывается командная строка и в нее мы пишем следующую команду. PowerCFG-H пробел OFF и нажимаем Enter. Все, после этого гибернации больше не будет. Настройки корзины. Правый клик и выставляете объем корзины размером не более 1 гигабайт. Нет смысла выделять корзине большие объемы дисковой памяти на игровой машине. Далее, файл подкачки и производительность. Правый клик по кнопке старт, выбираем система, дополнительные параметры системы, первая закладка, визуальные эффекты. Можете просто скопировать мои настройки, что перед вами на экране. С такими настройками интерфейс Windows 10 становится более отзывчивый. Без всех этих медленных затуханий, залипаний и тому подобное. Вторая закладка, дополнительно, раздел виртуальная память. Нажимаем изменить и тут наша задача выставить минимальный и максимальный объем виртуальной памяти одинакового значения в обеих случаях. Снимаем галочку с автоматического определения файла подкачки и выставляем максимальный исходный размер в объеме 2048 мегабайт. Нажимаем задать и окей. Почему 2 гигабайт? Я не буду тут долго спорить и ломать копья на тему RAM дисков и отключения файла подкачки в целом. Скажу так, это тот объем, который я методом проб и ошибок нашел для себя оптимальным. В моей системе 16 гигабайт оперативки, но я все равно оставляю файл подкачки, потому как есть отдельные программы, которые стабильно, без файла подкачки не работают. А баловаться RAM диском с 16 гигабайт памяти я не вижу смысла. Возможно с 32 гигабайт ОЗУ и выше файл подкачки разумно убрать в RAM диск. С меньшим объемом, как по мне, его проще оставить на системном быстром SSD диске. Да, еще один немаловажный момент. Файл подкачки желательно размещать на системном диске C. Он же должен быть самым быстрым диском в системе. Кстати, немного не в тему. Если хотите, чтобы системный или игровой диски работали в заводских спецификациях, то обязательно оставляйте как минимум 10% свободного дискового пространства от общего объема накопителя. Для SSD дисков это крайне важно. Далее раздел «Загрузка и восстановление». Убираем галочку с отображения операционных систем. Система у нас одна и ждать нам ничего не нужно. Защита системы. Выключаем восстановление системы и удаляем все точки восстановления. Восстановление съедает приличное количество системных ресурсов и дискового пространства. Проще и надежней сделать образ уже настроенной системы или целиком всего диска C. И в случае экстренной ситуации просто восстановить весь диск целиком, нежели разрешать винде поедать ваши ресурсы. Удаленный доступ. Убираем галочку с пункта «Разрешить удаленное управление компьютером» и убираем галочку с удаленного помощника. Теперь переходим к главному. Отчего подорвались пятые точки игроков всей вселенной после выхода Anniversary Update для Windows 10. Причина эта называется GameDVR. Этот сервис MS встроила в апдейт винды и он работает с приложением Xbox. То есть он тупо пишет видео вашего игрового процесса, не спрашивая вашего разрешения. MS настолько упоролись со своей программой интеграции, что даже не удосужились дать пользователю возможность выбрать дефолтную программу записи. Как можно было настолько по-хамски поступить и нагружать компьютер какой-то ересью, даже не спрашивая об этом пользователя. А может быть он пишет свой геймплей через Shadows Play от NVIDIA или Gaming Evolved от AMD. В результате добровольно-принудительной работы GameDVR игровая производительность на некоторых системах проседает чуть ли не на 50%. А отдельные игры вообще валятся в синий экран. Если вы используете Xbox с вашим компьютером или пользуетесь приложением, то можете просто выключить GameDVR с самого приложения Xbox. Я не пользуюсь приложением Xbox на компьютере и сейчас покажу вам, как его грохнуть по полной. Все, что нужно сделать, это набрать в поиске PowerShell и запустить ее от имени администратора. Далее мы прописываем следующую команду. Get AppX Package Star Xbox App Star вертикальный бар Remove App Package и нажимаем Enter. После этой процедуры приложение Xbox, а с ним и GameDVR удалятся из системы полностью. Команда будет добавлена в описании к видео, чтобы вы смогли ее просто скопипастить. Далее. Правый клик по рабочему столу. Открываем параметры дисплея. Раздел приложения и возможности. Вычищаем весь ненужный софт, который система нам разрешает удалить. Всякие ненужные проги, игры, 3D принтеры и прочую лабуду. Все эти программки, программулечки, которыми вы никогда не пользовались и пользоваться не будете, они все висят в системе и жрут системные ресурсы. Апдейтятся и что-то там постоянно пытаются репортить в Microsoft. Некоторые из них удалить нельзя, потому что Microsoft решила, что они часть системы. Ну, грохнуть их, конечно, можно. И я покажу в конце, как. Я лично оставляю только калькулятор. Это все, что мне нужно от Microsoft функционала и приложений. Идем в закладку уведомления. Я отключаю все уведомления, за исключением уведомлений программ, чтобы знать, что установилось или обновилось в нужный момент времени. Питание и спящий режим. Основная задача в этом разделе – выбрать профиль питания «Максимальная производительность». Отключить спящий режим и выключение дисков. Таким образом, вы продлите жизнь жестким диском и уберете импут лаг, который можно заметить, когда диск просыпается и засыпает. Выключение экрана я выставляю на 20 минут. Дальше. Автономные карты. Выключаем автоматическое обновление автономных блин-карт. Они нам даром не нужны на игровой машине. Двигаемся дальше. Правый клик по рабочему столу. Персонализация. Тут можно выбрать кастомизацию цветом на ваш вкус. Можно выключить опции запуска и подсказок запущенных программ. Но наиболее ценным для меня является настройка панели задач, которая позволяет убрать группировку иконок и работать с ними так, как вы это делали раньше на Windows 7. Выключаем картану. Выкорчевать этого монстра можно вручную через реестр. А можно использовать уже готовый файл для отправки реестра. Найти его можно по этой ссылке. Я оставлю ее в описании к видео. Качаем архив, распаковываем. В архиве два файла. Enable Cortana и Disable Cortana. Запускаем файл Disable Cortana. И все. Правка в реестр внесена. В Cortana больше не будет. Есть системные ресурсы, интернет-трафик и репортить непонятно что в Microsoft. Теперь поправим автозагрузку и кое-какие сопутствующие настройки. В поиске вбиваем MS Config. И нажимаем Enter. Система открывает конфигуратор загрузчика. Закладка загрузка. Дополнительные параметры. Выбираем максимальное количество процессоров или ядер в нашем случае. И максимум памяти. Нажимаем ОК. Закладка службы. Отмечаем галку не отображать службы Microsoft. Чтобы случайно не отключить важные для системы службы. И тут мы можем выключить те службы, которые нам не важны для игрового функционала. Дальше. Папка автозагрузка. Тут я выключаю все, что мне не нужно загружать с самого старта операционки. И что можно будет запустить потом по желанию вручную. Если у вас много различного непотребства в автозагрузке, то выключайте его смело. Очистив максимальную автозагрузку, вы получите более скоростной запуск операционки. И разгрузите оперативку на момент старта системы. Естественно, тут нужно читать, что вы отключаете. И не стоит идти на радикальные меры. Отключать антивирусник или антималвар не стоит. Всегда есть разумная грань, которую не нужно переходить. Порой просто нужно пойти в магазин и докупить оперативной памяти. Дружище. Теперь очень важный раздел. Службы. Помимо тех телеметрийных сервисов, что мы прибили в первом видео, есть ряд служб, которые вам просто не нужны для игровой машины. Для того, чтобы зайти в службы, вбиваем в строке поиска слово «Services» и нажимаем «Enter». Службы, которые вам не нужны для игровой машины. Все Xbox-службы, если вы не юзаете Xbox и Xbox-приложения. Все Hyper-V-службы, отвечающие за виртуализацию. Microsoft SMS Service. Windows Search. Защитник Windows. Бренд Мауэр Windows. Он же Firewall. Он вам не нужен. Без тонкой настройки проку от него ноль. Можете его выключить или из служб, или из панели управления. Как вам больше нравится. Служба SuperFetch вам тоже ни к чему. Она работает по принципу близко к индексации. Но только с нацелом на популярные проги, которые вы запускаете. Тоже сильно гробят жесткие SSD диски, лишний раз эксплуатируя их без надобности. Советую выключить. Служба Fax. Отправлять и получать факсы на игровой машине вы не будете. Как видите, в системе помимо ненужного софта, помимо телеметрии и проблем с приватностью, еще присутствуют вагоны, маленькая тележка служб, которыми мы никогда не пользуемся и пользоваться не будем. Но каждая из них висит в памяти и каждая из них есть системные ресурсы. Зачем же компания делает это, спросите вы? А все просто. MS не знает, кто будет юзать эту систему. Библиотекарь или хардкорный геймер. Поэтому она нагружается максимальным функционалом, чтобы удовлетворить максимальное количество потребителей. Мы же с вами выжимаем из нее все соки исключительно в игровом направлении. Поэтому половина всей этой ахинеи нам просто не нужна. Раздел Privacy. Наш любимый, он же конфиденциальность. Которую мы правили в последнем видео. Если помните. Поиск по слову Privacy. И что мы видим? Опять активизировались фоновые приложения. Выключаем их. Все по новой. Мы выключаем, а Microsoft включает. И так с каждым патчем. Дефрагментация. Поиск, администрирование, оптимизация дисков, изменить параметры. Убираем галку выполнять по расписанию. Для SSD дисков дефрагментация не только не нужна, но и сильно вредна. Она существенно уменьшает время их жизни. А для обычных дисков, ее лучше проводить в ручном режиме, время от времени. Нежели позволять винде делать это, когда ей хочется. При этом просаживая производительность диска в самый ответственный для вас момент. Еще одним немаловажным параметром для игровой производительности являются настройки обновления Windows 10. Поиск, пишем слово параметры и находим пункт параметры центра обновления Windows. Центр обновления, дополнительные параметры. Пункт, как и когда получать обновление. Обязательно проверьте эту настройку. Система тут лукавая, двухсмысленно, путая вас пытается спросить, каким путем можно получать обновления из нескольких мест. То есть, если выбрана локальная сеть, то винда потянет обновления с компьютера в вашей локальной сети. Но если выбран второй пункт, система будет скачивать и загружать обновления с интернета. Фактически, опять-таки запустит встроенный торрент в винду. И если у вас соединение с интернетом не по оптике, допустим, юзаете тот же DSL-сервис, где апстрим существенно медленнее даунстрима, то есть шанс, что в самый ответственный момент онлайн-баталии, когда вам жизненно важен пинг, винда начнет раздавать обновления направо и налево, убивая скорость вашего соединения и портя вам онлайн. Еще один момент. В качестве небольшого трика по очистке системы от хлама можно юзать просмотр скрытых и системных файлов. Для того, чтобы увидеть их, нужно зайти в проводник, выбрать параметры диска, выбрать пункт «Изменить параметры папок и поиска» и в закладке «Вид» выбрать пункт «Показывать скрытые файлы и папки», а также убрать галку с пункта «Скрывать защищенные и системные файлы». Это позволит вам видеть всю файловую систему на всех дисках. А не только то, что винда вам разрешает увидеть. Если вы зайдете в папку вашего аккаунта, там появится скрытая папка «AppData». Очень часто, даже после удаления, некоторые программы оставляют в этой папке существенные объемы ненужной информации, которую можно смело удалять, тем самым освобождая дисковое пространство. Теперь быстренько пробежимся по безопасности. Антивирус и антималвар. Я использую Avira Antivirus. Считаю его очень хорошим, бесплатным решением для базового использования. Касперский интернет-секьюрити будет получше, но без грамотной настройки его мега-функционал простаивает без дела, а системных ресурсов он кушает немало. Да и стоит денег при этом. Avira же бесплатная и очень хорошо работающая антивирусная программка. Пользуюсь ею уже лет 8. Были, конечно, моменты, когда она с дуру могла что-то в системе прибить, но это больше было по моей вине, нежели по вине проги. В качестве антималвар и антиспайвар ПО я использую спайбот Search&Destroy уже, наверное, 10 лет подряд. Программа классная, постоянно обновляется. Есть как бесплатная, так и более навороченная платная версия со встроенным антивирусом. Плюс имеется модуль, который мониторит ваш браузинг в режиме реального времени. Очень много раз меня спасало, особенно в браузинге. Программа постоянно обновляется и хорошо проинформирована о всем современном шпионском программном обеспечении, которое прогрессирует и живет в сети. Есть функция иммунизации всей системы, защиты в реальном времени, сканирование вашего смартфона и многое-многое другое. Крайне рекомендую. Вообще с антивирусами и антималвар следует помнить одну вещь. Эти проги работают и защищают ваш комп от того моря вредного ПО, которое лежит на просторах сети. Но если вы начнете тащить все это дерьмишко к себе на комп, а в отдельных случаях еще и отключать антивирус и антималвар защиту, как этого просят авторы этого самого дерьмишка, то не удивляйтесь потом, что ваш компьютер будет тормозить, греться и напоминать горячее мусорное ведро. На нем уютно пропишутся трояны, батнеты, вирусы и прочая нечисть. Никогда не отключайте защиту в процессе установки программного обеспечения. Все лицензионное и качественное ПО и игры в том числе абсолютно спокойно устанавливается с включенной активной защитой. Теперь о безопасном браузинге. Наиболее незангажированным и опенсорс браузером по состоянию на 2016 год является Mozilla Firefox. Все остальные браузеры уже давно переделаны их создателями в пылесосы по сборе информации о пользователе, то есть в Data Mining, по-простому говоря. Да, Mozilla тоже пытается что-то подобное реализовывать, но это не идет ни в какое сравнение с MS, Google и Apple. Так что если хотите быстрый и надежный браузер, вам нужен Firefox. Ну, Google Chrome на крайний случай. Он более прожорливый и сексотный, но работает хорошо и поддержка у него на уровне. Главное, не пользуйтесь встроенным в Винду браузером. Это дыра в системе безопасности. Чего уж говорить, если MS Edge ходит в обход того же хостфайла Винды. И чтобы заблокировать поиск Bing, нужно совершить чуть ли не подвиг матросова. Сразу после установки Винды скачивайте нормальный браузер и пользуйтесь только им. В защиту Firefox можно сказать, что он используется во всех популярных и не очень популярных дистрибутивах Линукса. Дальше выводы делайте сами. Теперь о плагинах для браузера. Их море и останавливаться на них не буду долго. Расскажу о главном. Одним из важнейших плагинов для безопасного браузинга я считаю плагин NoScript или ScriptSafe. Это одна и та же прога с немного разным видом, но одинаковым принципом работы. Как на хроме, так и на Firefox. Он позволяет блокировать все скрипты на страничке, которую вы посещаете. И дает вам возможность выбрать, что запустить или разрешить, а что продолжать блокировать. Этот момент очень важен для безопасного браузинга. Потому что именно через запускание неизвестного скрипта на вашем браузере, допустим в процессе перехода на неизвестный ресурс, происходит первичное инфицирование, а иногда и утечка в ваших данных. В работе с NoScript нужно приноровиться. Иногда он блокирует больше, чем нужно на страничке. И у нее пропадает необходимая функциональность. Но впоследствии, внеся в список исключений те ресурсы и процессы, которым вы доверяете, и дозируя скриптовый поток, вы значительно снизите риск инфицирования вашей системы в процессе браузинга. Пользуйтесь на здоровье! Теперь, как и обещал, о удалении того, что удалить обычными средствами винды не получается. Внимание! С этого момента вы делаете все на свой страх и риск. Эти действия могут серьезно повлиять на функционал и работоспособность операционной системы в целом. В качестве бонуса углубимся в функционал PowerShell. При помощи PowerShell можно удалить любую службу, приложение и программу. Даже ту, которую обычными средствами удалить невозможно. Допустим, вы хотите удалить магазин Windows и ряд других приложений. Запускаем с командной строки PowerShell в режиме администратора. И набираем следующую команду. Get-AppX Package-All Users. Нажимаем Enter, и система выдает весь список аппликейшенов, установленных на нашей машине. Находим апп, который мы хотим удалить. Допустим, Windows Store в нашем случае. Выделяем название пакета и копируем в буфер обмена при помощи комбинации клавиш Ctrl-C. После этого возвращаемся вниз к командной строке и вводим строчку Remove-AppX Package. Ставим пробел и нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-V. То есть вставляем название аппликейшена. Искомый результат вы видите перед вами на экране. Нажимаете Enter, и система удаляет Windows магазин навсегда и всерьез. Как видите, он испарился из панели задач. И таким образом вы можете удалить практически всё. Но помните, что есть проги и службы, которые связаны с ядром операционки и её нормальным функционированием. Так что не рекомендую вам чрезмерно увлекаться этой фишкой. Если вы удалили чего лишнего и винда начала сильно глючить, можно всё вернуть на круги своя, как было на момент установки. Просто введите следующую команду. Я даже не буду пытаться произносить эту команду вслух, а просто добавлю её в описание к видео. После исполнения этой команды система восстановит все аппсы и проги, которые были на момент установки. Все текстовые данные, прозвучавшие в этом материале, будут доступны в описании к видео. Дайте мне знать, если заметили, что чего-то не хватает или что-то требует более детального пояснения. Если вы выполните этот видеогайд в комбинации с первым видео, вы сможете существенно поднять производительность вашего компьютера, не вкладывая при этом ни копейки денег в железо. Теперь обещанный сюрприз. Сегодня я разыграю 5 копий анти-малвар и анти-спайвар пакета Spybot Search & Destroy Professional. Что нужно сделать для того, чтобы принять участие в этом розыгрыше? Всё просто. Вы должны быть подписаны на этот канал и страничку ВКонтакте. Оставить лайк этому видео и написать ваш комментарий ниже. Сделать репост записи ВКонтакте и прислать мне сообщение в личку о вашем желании участвовать в этом розыгрыше. Через неделю после выхода этого видео я просмотрю заявки и репосты всех желающих и выберу 5 победителей при помощи онлайн-рандомайзера. Список победителей я выложу на свои странички ВКонтакте и в комментариях к этому видео. А на сегодня у меня всё. С вами был ваш Ян Вест. Ставьте лайки, если вам понравилось или грустно, если нет. Оставляйте свои комментарии и замечания к видео. Что бы вы хотели добавить и что считаете пропущенным. С чем согласны, а с чем нет. Проверяйте описание к видео, в нём будет добавляться новая информация. Если хотите помочь каналу и находить это видео полезным, отключите ядблог, сделайте репост на соцсетях, досмотрите рекламную ставку до конца. И это будет лучшим выражением вашего спасибо. Желаю вам, чтобы фпс был больше 60 даже на ультрах. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok